КОЛДУЙ БАБА, КОЛДУЙ ДЕТ По тем меркам, просто божественная. Игра называется Dungeon Keeper 2. И мы будем играть за вот этих прекрасных ребят, которые сейчас ходят в дырку. Ну а пока я оставлю вас наедине с тупительным роликом, он прекрасен. КОЛДУЙ БАБА, КОЛДУЙ БАБА! КОЛДУЙ БАБА! КОЛДУЙ БАБА! КОЛДУЙ БАБА! Ах, этот прекрасный красный человек с добрым лицом. Собственно мы будем с вами играть за хранителя подземелий Графика может показаться ужасной, но на самом деле она лучше Просто надо сейчас проверить Да, должно стоять 640 на 480, потому что в противном случае на современном железе В Windows 10 и красных видеокартах, которые сейчас вышли, запустить игры такого рода без эмуляции невозможно Поэтому сильно это конечно не скажется, хотя было приятнее играть хотя бы 1024 на 768, ну и ничего страшного Сейчас я так посмотрел, в стиме выходят какие-то инди-игры, состоящие просто из пикселей Поэтому время игр из 90-х вернулось ввиду этого И соответственно сейчас с вами пойдем начинать новую кампанию Собственно вот этот маг прекрасный, который у нас был в заставке, он у нас спер и развеял по миру большое количество этих кристальчиков Эти кристальчики нам нужно все собрать воедино для того, чтобы выйти на поверхность Очень мы хотим выйти на поверхность из мрачного подземелья, в котором мы сидим Ну и соответственно начнем, естественно, с первой миссии Добро пожаловать хранитель, перед тобой лежит счастливая и беззаботная земля Местный хранитель лорд Антониус владеет первым из камней Научись строить подземелья, накапливай силы, чтобы разбить лорда Антониуса и стереть улыбку с его лица Эх, это прекрасно Седьмой волк, по-моему, дублировал данную игру Знакомые всем профессиональным пиратам компании Диски на развале по 50 рублей плюс 10 рублей, чтобы поменять одну игрушку на другую Это он владеет драгоценным алмазом портала Нападай на него только когда у тебя будет достаточно сил Напади и забери свой приз Конечно, конечно, сейчас нас будут учить строить подземелья Ну, заодно я буду рассказывать, как это выглядит В общем, нас пока нихрена нет У нас есть импы Это маленькие чертики Его можно взять в ручку и высыпать, где нам нужно Сейчас нам расскажут, что надо копать золото Ну, пойдемте покопаем Для начала будем идти по туториалу А то я боюсь, если я буду идти не по туториалу То ее в какой-то момент где-нибудь заглючит Они копают Короче говоря, тут можно строить комнаты Их огораживать У комнат есть стены Если стена достаточно большая, на ней там тоже кое-что будет образовываться Но об этом мы поговорим чуть позже Пока мы как бы не будем об этом разговаривать Соответственно, что там у нас дальше-то Нас будут идти? По истории как-то нет? Не будут? Не будут? Да ладно, пойдем тогда копать дальше золото Сейчас накопаем здесь золотишко Ладно, дальше не будем копать Вот так накопаем Так Идите мои верные импы копать золотишко Вот там золотишко Золотишко, кстати, тоже можно взять в руку И пересыпать В руку здесь можно взять практически все, что угодно А еще По меркам тех лет Тут была великолепнейшая фишка Тут будут потом заклинания И с помощью заклинания Можно было вселиться В одного из Своих юнитов Вообще в любого абсолютно Получить все его навыки Пойти им воевать от первого лица Несмотря на то, что это вот такая вот игра Как бы изометрическая В общем, безумно крутая вещь Ничего круче Dungeon Keeper На мой взгляд Не было придумано Вот именно в таком жанре Выходил какие-то Оверлорды Игра, которую на Kickstarter Там делал с какими-то энтузиастами Я туда, по-моему, даже денег задонатил Но что-то я не припомню Чем дальше дело закончилось Надо будет ее Отковырять Тоже поиграть Может быть, не знаю Но, по-моему, там получилось Какое-то говно По-моему, с оригинальным был фрогом Соответственно С авторами Все это муть какая-то Там есть портал Я не знаю Можем мы пока ковырять Или не можем Потому что здесь какой-то туториал В конце концов есть Не знаю Посмотрим, что тут у нас Так, отражают простые мысли Которые у них там ходят Ну да, над ними еще появляются Такие квадратики Это типа что они хотят Те существа наши Непонятные Которые у нас живут Ну нет, пойдемте Сюда проковыряемся Я просто точно знаю Что там портал В игру я этот последний раз Играл Лет 7 назад Вот сейчас запустил я первый раз Но руки-то помнят Как говорится Да, фишка здесь в том Что Когда мы формируем комнату Здесь остается такая Срая земля Которую можно копать Ее соответственно Наши импы Могут дополнительно Делать красиво Вот такое Это бронированные стены Их не так просто сломать Если у вас будет ломать враг То есть они ломаются Большим трудом Плюс На них вешаются факела То есть они будут Не такие мрачные Вот мы захватили Наш первый портал Из порталов Лезут Соответственно Черти Которые будут нам помогать Черти очень полезные Они О Вот вышел первый Как раз Это прекрасный Пиксельный глоблин Гоблины Это кстати базовые существа Они есть по-любому Для того Чтобы они вылезли Достаточно По-моему Чтобы у вас были деньги И все Если я правильно помню Больше для них ничего не нужно Они будут прекрасно себя чувствовать Просто Тупо Если будут бабки Мы сейчас сформируем Здесь еще несколько комнат Сейчас дополнительно Вот так сформируем Может здесь Что-нибудь скрытое будет Какое-нибудь Не знаю Потому что Я уже не помню Где здесь что лежит Здесь можно Откопать какие-нибудь Всякие интересные вещи Допустим Там увеличилки уровней Там есть Еще всякие штуки Дополнительно Вот На вкладке с мобами У нас показывается Соответственно Кто у нас тут есть Монстров здесь Огромное количество Плюс еще есть Такой талисманчик Это прекрасный Вот этот красный Чувак Он есть не только в трейлере Его можно использовать Реально Прям Кроме шуток Можно использовать его Вызвать на помощь Он некоторое время Будет биться Пока у нас не закончится Мана Закончится она Кстати очень быстро Когда он выходит Но это в принципе не важно И еще мы можем Какого-нибудь из наших Гоблененков Заставить делать Определенные вещи Допустим Он сейчас Выравнивает поверхность Потому что Строить мы можем Только на выровенной поверхности Но мы можем Сказать им Нет Там не делай Сделай вот здесь И он как бы пойдет Так же со всеми Другими нашими Монстрами Юнитами и прочее То есть это Стратегия не прямого управления Они в принципе Занимаются тем Чего им хочется Заниматься Но при этом Мы можем дополнительно Каким-то образом На них повлиять В первой миссии Конечно все будет Немножечко долговато По той простой причине Что у нас все Четыре импа И мы не можем Делать их больше Потому что у нас Пока не за счет чего Но скоро будет Буквально там Второй-третьей миссии Наверное даже уже За второй У нас появится Возможно еще дополнительно Колдовать колдовство Не это прикольно Колдовать колдовство Это всегда выгодно Ну и плюс Соответственно У нас появятся еще Дополнительные штуки Всякие А нам пока нужно Разбить Лорда Антониуса Который где-то там ходит Но для этого Нам нужно сильно больше Чем один гоблин А для того Чтобы привлечь Больше чем одного гоблина Нам нужно строить Теперь комнаты Во-первых Основная полагающая комната Это логово Логово Это то место Где у нас Соответственно Наши Прекрасные Юниты Отдыхают То есть Они должны То есть Первейших потребностей Как у любого Гражданина Российской Федерации Это Чтобы было Че есть Это обязательно Очень важная хрень Чтобы было Че есть И чтобы было Где спать То есть Мы им строим Спальный район Москвы Это первое Что надо построить И соответственно Второе Что надо построить Это курятничек Курятничек Который Будет проецировать Соответственно Да Настолько денег Не хватает Будет проецировать кур Построим пока Он такой Несчастный курятник Я не знаю Зачем построил Такое логово На одного человека То есть Мест у нас Там сколько Двадцать шесть мест Здесь может поместиться Спальных Одно занято Ну в общем Царские палаты Я им тут сделал Непонятно За каким хреном Ну да ладно Сейчас у меня ребята Еще накопают золото Я сейчас еще Расширю курятничек О Расширим курятничек Когда помещение Достигает Определенного Размера В длину и ширину Здесь появляются Еще дополнительные Настройки То есть Это Вещи Которые проецируют Больше То есть Нельзя допустим Сделать некоторые комнаты Меньше определенного Количества Иначе Они будут Очень хреново Выглядеть И не справляться С своей функцией О На нас напали А у нас уже Четыре гоблина Так Здесь выглядит война Врезали ребята Вот эти квадратики Какие квадратики Господи Кружочки над головами Это соответственно Количество жизни В общем Вот они лупятся Когда их останется мало А вернее Один То существо падает Бессознательность Сейчас это нам Никак не поможет Потому что у нас Нет ни одного здания Но Если бы у нас были Прекрасные здания Такие как Кладбище Или такие как Тюрьмы Пыточные и прочее Которые неизвежно Поятся здесь после То соответственно Их бы можно было Туда утащить С помощью наших импов И там дальше По своему усмотрению Можно было их Загнобить Превратить скелетов Их можно Пытать И попробовать Перевести на свою сторону Это тоже иногда Получается сделать Ну соответственно Такие вещи Можем манипулировать С нашими Ребятами К нам пришел Уже кстати Пятый гоблиненок Соответственно Вот я говорю То есть типичный Гражданин У нас есть Спальный район Москвы У нас есть Куры Куры кстати Тоже можно достать И отправить Куда нибудь Все что угодно Можно зацепить Абсолютно Соответственно Если наши юниты На нашей земле Пиздюля Простите Получают Очень много урона То есть у них тоже остается Вот так вот Один квадратик Пока Они не сгнили до конца То есть Жизни не закончились Их можно спасти То есть наш имп Может утащить Такого Нашего больного героя К себе в логово Соответственно Найти его кроватку Тут кроватки кстати Минные все И вот в эту кроватку Утащить И он там соответственно У нас Восстанет Восстановится через Какое-то время Это Очень важная вещь Потому что благодаря ей Можно как раз Спасать своих ребят На это Ребят очень ценный ресурс Потому что у них Еще есть уровни Сейчас они у нас Все единички Ну допустим Максимальный уровень Здесь 10 И на 10 уровне Каждое существо Может делать сильно больше Чем обычно Поэтому Соответственно Это очень-очень Важная штука Так У нас здесь есть место Еще под одну комнату Так Еще место под одну комнату Сейчас Проковыряем Кое-чего О Мы нашли что-то Пока не могу Посмотреть Да что это А Увеличение уровня Вот отлично Сейчас мы наших Всех ребят Сделаем Нет мы наверное Подождем А потом Сделаем увеличение уровня Ну вот Мы создание Нашли заклинание Отлично Магический символ Так Вот эту штуку нам Говорят надо прокопать Давайте прокопаем штуку Эээ А Это плохо Что я об этом Не подумал Так Тогда мы используем штуку И бросаем Бой всех наших ребят Чтоб он не убежал Мы его сейчас отрежем Сейчас он пройдет Нашим войскам Есть только путь назад Они могут трусить Они могут убежать Они много чего могут делать Это герой Видите С такой золотой звездкой С серебряной Жирной звездочкой Несмотря на то Что он первого уровня Зарубить его Сильно сложнее Чем обычного героя Но мы все равно Это сделаем без труда Потому что нас много О Зарубили А вот и камушек И сейчас придет человек Который этот камушек Собирает Коллекционер камушков Этакий Танос Только данжен киперовской вселенной Да Не всегда камера отрабатывает Хорошо Давай Топ-топ Копытцами Топ-топ-топ-топ Как говорит моя Маленькая дочь На всех копытных Так Пепел там летает Прекрасный О Гоблин пошел Как будто он Осознал что он живет в России Только что Лицо было примерно такое же Все Мы нашли Нашли камушек Красота Вообще Неописуемая красота Так что дальше Что будет Кинематографический трейлер Закончился Это кстати На движке игры сделано Ну это в принципе Заметно Невооруженным глазом Но тем не менее Так Нам дали тренировочную Дали еще какую-то муть Я забыл Какую И так Что еще Что еще будет происходить Курочки там Кудахтают На заднем плане Нажмите спейс Чтобы подошло Ладно Нажали спейс Чтобы продолжить Огненный поцелуй А Это Кстати да Вот здесь будут Такие прекрасные Дамы Великолепно Великолепно Они кстати пытают Людей в камерах пыток Немного сработано Хранитель Хух Неплохо Я покончил с лордом Антониусом И завладел Первым камнем Очень много Обещающее начало Ясен хрен Это ж я Это что такое Алекс Питерс Лучшие хранители Я могу еще отпечатать Нет А я вообще никак не называюсь Ну да и хрен с ним Так Дальше у нас есть Путь только сюда Где-то у нас тут еще Путь будет ветвиться Но я уже не помню Ну да и не важно На этом все ребят Спасибо за внимание Догай вот Получилась игруха Если интересно Дальше смотреть Ставьте соответственно Пальчики Вверх Пишите комментарии И все такое прочее Потому что без этого Я никогда не пойму Нравится вам Или нет Спасибо за внимание Удачи И всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok